МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Приемы грамадян по пытаннех реализации декрета номер 3 об попереджении социального утриманства проходят и в выходные дни. У Гомель отбылась и выниковая коллегия Галонного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди об лыканкам. И больше подробно об этом не только. На гэтым тыне у регионах протягнули работу выездные приемные по пытаннех реализации декрета номер 3. У Рогачевским райвы-канкаме прием грамадян провел перший намесник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанкоу. Алексей Троу потекавился, об чим шла размова. Поведомление о приеме грамадян у сроках массовой информации и на сайте Рогачевского райвы-канкаме заявилось еще на початку тыдня, а тому записаться до першего намесника керавника администрации президента мог каждый жадаючий. Причим сам Максим Рыжанкоу уже у самом початку приему подкресливая, для его можно звертаться по любых пытанях. У Речи сирот головных задач не только допомога о ворошении проблем, а ли и мониторинг ситуации у регионе. Люди живут сегодня своей жизнью и, конечно же, в нынешний момент вопросы характера такого экономического, они играют большее значение, поэтому, посмотрев, что, образно говоря, какой-то всплеск, наверное, за последние месяцы внимания к этим вопросам, ну вот, мы решили такую серию приемов провести. Реализация норм декрета номер три об попередживании социального утриманства, бадай, самое расповсюдженное питание, за яким пришли на прием жахары Рыгачевского и соседнего Будокышалевского районов. При этом Максим Рыжанков принципово позбегая вакрыстания у относенных до гэтых людей понятия утриманцы. Усе же хары краины у той цей иншой ступени приносить корысть державе, але при этом не усе принимают удел у компенсации некоторых державных затрат. Максим Рыжанков переконанны, кожную ситуацию неоплодно разглядать персонально. По стану на середину лютого от уплаты сборов на финансование державных расходов на гомощине только податковыми органами вызвали на 12 867 человек и еще 518 человек вызвали на рашениями рабочих групп, которые створены при выконавших комитетах непосредственно в Рыгачевском районе становочие рашения отремали 15 жахаров. Члены рабочих групп кажут, что шматы кто отремавших поведомления о необходности уплаты сбору, проблем с наявностью сродку явно немаем. Импортные, изусим, нетанные мебли, дорогие автомобили и коттеджи у некойки поверхов. Усех это свечет, а наявности крыльниц высоких доходов. Али отворотные приклады так само есть. Юлия Борозна, депланованный юрист, али зараз не працуя, хоть снасти работу спробовала не одной чем. Подчас приему перший наместник керевника администрации Максим Рыжанков просить керевников райваконкама снасти макчимости для становочих выращения проблемы. Найти просто ничего невозможно. Сижу дома на зарплату, так сказать, мамы. Она медработник, зарплата, естественно, минимальная, хотя у нее 47 лет стажа. Ухаживаю за бабушкой, которая 90 лет. И работы у меня нет, и платить мне в принципе нечем. Эту платы сбору на финансование державных расходов будя вызволена и Валентина Чернышова. В 2015-м она працевала в детячем саде, а якаб не трапить падение декрета номер 3, ее не хапила. Усяго одного тыдня. Тяжкую життёвую ситуацию, у якого оказался Жанчина, вы решили принять до уваги. Я только слышала его. Он мне говорит, у меня вот эмоции, я ночью не спала. Я вот после принятия вот этих всех до этого решений, у меня была депрессия. Вот эти все месяцы у меня была депрессия. Вот час мне будет спокойно. После завершения приема громадян, первый наместник керунька администрации президента Максим Рыжанков отзначая, люди приходили с проблемами, якие можно назвать саправдой актуальными. Инча справа, что большинство их можно выражать на местовом узоровне без взворота в областные и республиканские структуры. И это еще одна основа, которую можно зарабить с проведенного приема. Даже если ты что-то не можешь делать, у тебя всегда остается возможность туда, в центр, написать свое мнение по тому или иному вопросу. Я говорю сейчас о руководителе районного звена, где обозначить какие-то проблемы и даже, может быть, предложить, что они нуждаются в какой-то регулировке сегодня. Ибо нам там снизу виднее, что нужно этим людям. И если даже какая-то есть база, там какая-то нормативная или так далее, ну вот можно, может быть, туда внести какие-то изменения. Или вот дайте нам какие-то такие вот полномочия. И от этого, конечно, будут выигрывать все. На наступном тыдне выездные приемы протягнутся. Участь вверх 23 лютого у Гомельским Аброваканками на пытание откажет начальник Головного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ администрации президента Рыгор Шлык. На наступный день, 24 лютого, он проведет выездный прием у Будда Кошалевским райваканками. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель» с Драгачева. Сегодня прием грамадян по особистых питаниях провел наместник старшини Гомельского гарвы Канкама Виталь Атаманчук. Задача приема – расплумачить же храм областного центра основное положение декрета президента номер 3 об попереджении социального утриманства. У каждого, кто звертается за консультацией, разные житевой обставины. И каждый зворот потребует индивидуального подхода. За одними размова протягивается не больше, как не кальки хвилин, с еншими займает значно больше часу. Главная задача – это разъяснить. И хочу заметить, даже по сегодняшнему дню, вот люди говорят, вот теперь нам все понятно. Поэтому основной, конечно, упор сейчас нужно делать на разъяснение нашим гражданам, их права, разъяснить, почему это происходит, что они должны сделать и как они должны сделать. Приемы грамадян по пытаниях реализации декрета номер 3 протягнутся до первого соковика. У кабинете 122 Гомельска Гарвы-Канкама. Ближайший пройдет завтра. Жихары Гомели с 9 до 16-ти годин смогут звернуться до начальника отдела по работе со своротами грамадян и юридичных особ Гарвы-Канкама Натальи Иванченко. А у понеделок 20-го лютого с 8 до 10-ти годин прием проведет первый намесник старшини Гарвы-Канкама Александр Сиваков. А с 14 до 16 старшиня Гарвы-Канкама Петр Кирыченко. У Гомельска Гарвы-Канкама протягиваются посаджения рабочей группы по разглядзе заяв на вызволение доплаты сбору по декретте номер 3. Приклад на 30% у адагульной колькости разлеженных зворотов задоволена. Усех, кто отримал становочий отказ, у 2015 года с годно с решением рабочей группы находились у тяжким житевым становищи. Усяго же у Гарвы-Канкам заявами на вызволение доплаты сбору на финансование державных выдатков звернулися больше, как тысяча гомельчан. Рабочая группа Гарвы-Канкама протягне свою работу и после 20 лютого, когда наступит апошный термин уплаты сбору за перед 2015 года. До других тем. Угод на вуке СМИ повинны больше объемно осветлять досягнение белорусских ученых. Об этом у Гомеля поведомила министр информации Беларуси Лилия Ананич. Она провела особистую встречу с жихарами города и отказала на телефонные звороты подчас гарачей линии. Пытания, с якими гомельчане звернулися до министра информации, имели не только приватный контекст, а ле и агульно-национальный. Узняли тему юбилейных мероприемств до 500 годзе белорусского книга друкования, конкуренцию друкованных СМИ и интернета, распаусюджывание социальной рекламы. Обмерковывалось так само питание популяризации дейностей белорусских навуковцев. По меркованні Лилии Ананич угод на вуке сродки массовой информации повинны больше объемно осветлять навуковые темы. Али самим навуковцам треба проявлять активность, как выкликать до своей работы интересами. Если у вас есть конкретные проекты, мы, конечно, ждем и от вас таких конкретных проектов. Если есть интересные предложения, что у вас в институте леса можно показать? Говорите, направим к вам хорошую творческую бригаду и покажем, что такое сегодня наука в сфере, которую вы представляете. Надо в этот вопрос обдумать и решить, да. Приглашайте, приглашайте журналистов. На мой взгляд, министра, мы недостаточно объемно освещаем вот эту проблематику. Супрацовников института лесу Национальной академии навук Беларуси цікавила, як белорусские телеканалы будут освятлять угод на вуке распрацовки навуковцев. Для их это пытание важное. У институте робят неоценный уклад упомножение одного сголовных белорусских багатя у лесу. Кожная лаборатория изъявляется уникальной. У целым навуковцы задоволены материально-техничной базой, якую мают. Але констатують, скрылбно, что профессия губляй аутеритет. Хотел бы, конечно, чтобы, конечно, прийти, чтобы ученого было еще больше какого-то внимания уделялось. Была какая-то доступность всех исследований и для населения. Звонок на гаражую лінію министра информации – это так само спрова притягнуть увагу до своей деятельности. Навуковцы заусюда лечилися элиты громадства. Не варта про это забываться и зараз. Лилия Ананич запълнила Гомельшан, что все пытания, які узняты подчас устречы, будут доведены до беларускаго урада. Подчас размовы с гомельшанами и представниками мясовых СМИ министр информации так само зарабила акцент на отказности журналистов за каждое слово, докладность и объективность материала у СМИ. Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, Игорь Марышенко. Телерадоя компания «Гомель». У Гомеля пройшла выниковая коллегия Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди гомельского облаканкама. На парадку дня – пытание кадрового забеспечения деяностей мобильных групп, развития культуры и полиграфии. Подробностей у Ганны Ковалевой. Три платформы – идеология, культура и СМИ, як спрацавали на их у минулому годе, разом и на кожной пособку. Отказы были даны подчас выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди облаканкама, якая собрала маль 200 человек за цей гомельщины. Заслухать справоздачу идеолога, у работников предприемства и организации Галины приехали перши наместники героника администрации президента Беларуси Максим Рыжанков, министр информации Лилия Ананич и перши наместник министра культуры Ирина Дрыга открыла коллегию тема идеологичной работы. Большое внимание уделяется учебе кадров и с обсуждением интересных и актуальных проблем, передового опыта, приглашением именитых лекторов. Такая интересная работа проводится в Петриковском, Ельском, Светлогорском районе, в Гомельском, Горисполкоме. За обеспечение стабильной громадско-политичной ситуации и идеологичное сопровождение программ социально-экономичного развития региона, выявление и поддержка молодежных инициатив. Возьголовные селетние задачи. Важная роль належит с работе сродков массовой информации. Так, у Центра леташней информационной картины года были 5-й Всебелорусский народный сход, выборы в парламент, День белорусского письменства, 30-ти годы Чарнобыльской аварии. Одным из остановочих выников года можно лечить то, что по оккупности СМИ Гомельщины вышли на другое место в Украине. Знаете, на фоне Гомельская область выглядит очень динамично развивающейся информационной областью. Гомельщина в год, когда проводился День белорусской письменности, в минувшем году, итоги которого сегодня рассматривают, как раз проявила очень такую творческую подачу, помните, да, в Рогачеве, средств массовой информации вот на этой выставочной площадке. Это не только от желания себя показать, это от той глубокой работы, которая сегодня проводится каждым редакционным коллективом. На коллегии поставили задачи и на этот год. Например, обращение увеличения количества подписчиков и по ширине аудитории от СМИ чекают больше активного створения полновартостных электронных версий и освоения социальных сеток. Завершила коллегию тема культуры. Так увагу представников библиотечной системы звернули на необходность установ в этой сфере быть не только информационными, а и культурными центрами регионов. Крупкой сустречи стала церемония ознагороджения. За досягнение в минулом году грамоты отримали лепшие идеологи, работники культуры и сродков массовой информации. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В «Гомель» плануется створить центр традиционной китайской медицины. Нагадаем, домовленности об реализации проекта была досягнута в минулом году. Почас визиту офицейной делегации Гомельской области в провинцию Сычуань. Напередодни делегация китайского региона наведала плануемое место размещения центра. Затым, помеж управлением Аховы здоровья Гомельского облаконкама и управлением традиционной медицины провинции Сычуань был подписан меморандум об супрационестве. Вероника Ворошилина с подробностями. Гомельский областный книжный шпиталь инвалидов Великой Айчиной войны делегация китайской провинции Сычуань наведала невыпадковань. Менавита тут плануется открыть центр традиционной китайской медицины. На площадке 230 квадратных метров в перспективе Жихары Гомельщина для лечения або реабилитации смогут отрымливать самые разные процедуры. Визит китайской делегации протягнулся у Палаца румянцев Гипаскевича помеж управлением Аховы здоровья Гомельского облаконкама и управлением традиционной медицины провинции Сычуань подписанной меморандум об супрационестве. Створение центра традиционной китайской медицины в городе над Сужем процесс поэтапный. Один из важных моментов перайманий белорусскими специалистами в опыта коллег с Поднебесной. Наша провинция Сычуань одна из наиболее показательных в использовании китайской традиционной медицины. И мы заинтересованы, чтобы о ней узнало как можно больше людей. В Гомеле мы планируем представить традиционный китайский массаж, игл-рефлексотерапию, наши народные лекарства и различные реабилитационные процедуры. Также мы собираемся отправить в Гомель специалистов, которые займутся обучением ваших медработников наиболее известным методикам китайской традиционной медицины. Помещу Гомельской в областью китайской провинции Сычуань так само был подписан план мероприемства по супрационнистве на 2017 год. Он продуглеживает обмен делегациями помещу нашими регионами, умоцывание союзов у сферы экономики, адукации, навоки, культуры и туризму. Это еще один крок формирование эмоциональной дружбы и деловых контактов помеж нашими краинами. Вероника Варашилина, Александр Харлампа, телерадоя компания Гомель. ГТ, а так само иншая новинка, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира спортивный огляд. С новинами спорта вас познайом мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин